Нальчик, Калейдоскоп В сегодняшнем выпуске вы увидите передачу «Встреча для вас», в которой принимает участие молодой кинорежиссер-выпускник творческой мастерской Александр Иванович. Олег Хомоков, а завершит эфир его дипломная работа художественный фильм «Антигона». Надеемся, что эти телевизионные материалы вызовут у вас интерес. Оставайтесь с нами и смотрите Калейдоскоп. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию художественный фильм «Антигона». Это дипломная работа Олега Хомокова, выпускника творческой мастерской кинорежиссера Александра Сокурова. Если вы помните, то в 2015 году был выпущен курс под его руководством в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Хатуты Бербекова. В нашей студии Олег Хомоков, мы его пригласили перед показом этого фильма рассказать немножко о том, как делался фильм на кабардинском языке. Фильм, это действительно интересно. Почему вы все-таки решили на родном языке сделать фильм? Первым позывом к тому, чтобы сделать фильм на кабардинском языке, явилась, конечно же, фактура самого языка для человека, мало знакомого с этим языком. Он в этом фильме встает неким аналогом древнегреческого. А, даже так? Да. Там, по-моему, греческая песня звучит. Да, греческая песня звучит, но вот древность, вот фактура древняя, древнее, вот звучание самого языка сыграло решающее значение. И второе по значению, то, что мне этот язык более органичен, я на нем разговариваю и думаю, поэтому получилось так, что у меня не было сомнений, на каком языке делать фильм. Тем более, у нас здесь кабардиноговорящих актеров больше, и я думаю, что очень достойно выполнили поставленную задачу актеры, и меня не подвели. Ну, вот перевод, я знаю, что вот кабардинский театр, например, имени Олег Шагинцоков, у них вот дефицит переводчиков и материала, на котором можно ставить это. Как вот Лукожева справилась с переводом, на ваш взгляд? Неля Лукожева, она одна из самых осведомленных и знающих родной, ну, мой родной кабардинский язык в нашей республике. Она одна из тех, к кому в первую очередь обращаются за знанием языка, за переводами. И, конечно, есть разные мнения о переводе, так как у нас ситуация в языковой сфере всегда вызывает большие споры. Но, учитывая то время, за которое она перевела, это было очень ограниченное время, потому что все это делалось в спешке. Весь профессионализм ее, я так думаю, был вложен в эту работу, и она, я считаю, что она достойно справилась с этой задачей. И этот язык, может быть, не без недостатков некоторых, но это мы отнесем к ограниченности во времени. В общем и целом, я считаю, что задача была выполнена. А кто подсказал вам идею, или вы сами сделали свой выбор по поводу постановки Антигония? У нас стояла задача уже в конце четвертого курса, мы уже знали, что нам необходимо делать дипломную работу. Очень сложная задача стоит у меня лично в выборе материала, потому что я не могу снимать или браться за работу, которая мне неинтересна. Даже если это очень хороший материал, даже если этот материал сулит некие творческие дивиденды, но выбор был трудным в поиске материалов. Очень много литературы перекопал. Здесь уже было, вот это было уже очень много раз сделано. Аналогов вот этому материалу снято уже приличное количество и так далее и тому подобное. Выбор стоял вот такой. И сюжет, который меня зацепил в конце концов, это был сюжет Антигонный. Он был близок и менталитету моему, обществу, в котором я родился и рос. При этом это была классика, беспроигрышный вариант всегда, потому что материал так хорош, поэтому он становится и классикой в конце концов. Ну, выбор мой пал на этот сюжет. Я в течение года в той или иной мере обращался к этому материалу, разминал его, так скажем. Мы пытались даже поставить его в театральной трактовке, как спектакль. Я приглашал актеров. Мы хотели поставить полноценный спектакль, но из-за ограниченности во времени в студенческом таком варианте поставить спектакль с профессиональными актерами, которые сами уже заняты в своих театрах, ну, оказалось невозможным. Но до конца дошла, так скажем, исполнительница главной роли, и с ней мы издавали такой моноспектакль. Она профессиональная актриса? Да, она профессиональная актриса. Она обучалась в СКГИИ на актерском факультете. И очень много сомнений было у всех окружающих насчет этой актрисы, насчет выбора для роли антигуны. Но у меня никогда не было этих сомнений. И первое мое мнение и ощущение от этой актрисы я пронес через весь фильм, и она меня не обманула. И она блестяще выполнила поставленную задачу. Это отмечаю не только я, но и московские кинокритики, которые, зарубежные кинокритики, которые не раз видели этот фильм, и с таким восторгом отзывались об этой актрисе. Даже говорили, что весь фильм интересно просто наблюдать за ней, за этой актрисой, нежели за сюжетом. Мне кажется, еще блестяще Олег Гусейнов сыграл. К актерскому ансамблю, кстати, и Олег тоже участвовал в первоначальных попытках, пробах этого спектакля, фильма. И к актерскому ансамблю никаких претензий нет. И моя большая благодарность к этому ансамблю, так как в силу моих способностей они очень сильно помогли мне. И наша совместная работа дала некие плоды, которые оцениваем не только мы. Ну вот фильм уже прошел по фестивалям, как я понял, его посмотрели. Посмотрела большая аудитория, и канал Культура показал. Какова судьба фильма? К сожалению, фильм, к моему большому удивлению даже, пока, наверное, это зависело в первую очередь от меня, я посылал на очень малое количество фестивалей, на двух фестивалях, на два фестиваля я подавал заявки. Это фестиваль, международный кинофестиваль мусульманского кино в Казани, где я участвовал в программе «Россия молодая» с этим фильмом. И международный форум молодого кино в Киргизии, где этот фильм взял приз самого фестиваля, приз «Умут» «Надежда» в переводе с киргизского языка. Спасибо большое, это была моя первая награда, режиссерская, так скажем, и для меня это было очень большое событие, и до сих пор впечатление об этом событии у меня с теплотою хранится в сердце. Дальше я сам как-то неактивно занимаюсь продвижением этого фильма, не знаю, как мне бы уже хотелось заниматься дебютом полнометражным, мне бы очень хотелось снимать и дальше кино, я этот материал в том виде, в котором я смог его сделать, уже пережил, и хотелось бы перейти уже на другую какую-то работу в кино. Поэтому у меня сейчас голова занята другими работами, материалами, надеждами. Поэтому как-то фильм сам живет своей жизнью, я живу своей жизнью. Ну, дипломная работа, она самая такая дорогая, наверное, и трепетная, что ли. Вы все-таки вложили свою душу в нее, отдали определенные силы своей, душу. Поэтому это дорогого стоит, конечно. А было вот какое-то ощущение опустошения, когда закончил фильм? Это всегда бывает. Бывает всегда. Да, я не думаю, что фильмы, которые я делал, они были каким-то словом новым в кинематографе. Конечно, это были очень короткометражные фильмы, материал внутренний, прежде всего, мой. Он очень компактно был вложен в эти маленькие фильмы, так скажем. Это небольшие полотна, о которых можно было бы мечтать с точки зрения кинематографа. Но пока на данном этапе можно считать, что это то, что я умею, то, что я могу. Это может быть основой той перспективы, которую я хочу в себе развить в кинематографе. Я отношусь к этим фильмам очень спокойно, отношусь к ним как к некой ступени в дальнейшем пути моем в кинематографе. Поэтому есть, конечно, опустошение, есть некая грусть всегда, как заканчивается материал, которым ты жил определенное время, когда ты расстаешься с актерами, которые тебе уже стали родными в некоторой степени, когда ты с ними общаешься больше, чем со своими родными людьми даже, которые разделяют с тобой все тяготы и лишения, а в студенческих фильмах тяготы и лишений всегда хватает. Побольше, да. Так что буду надеяться, что и дальше предоставится возможность проживать и переживать все новые и новые фильмы. Мне очень понравилась операторская работа. Вот расскажите немножко. Во-первых, коррекция света тоже очень интересная. Здесь это получилось. Казалось бы, и черно-белое, и какие-то полутона, да? Ну, материал сам требует, и материал сам решает за себя. С операторской точки зрения все было сделано безупречно и по цвету, и оригинальный цвет передавался точно. Наверное, на этой основе и получилось. Материал позволял делать с изображением все, что угодно. Это, в первую очередь, заслуга нашего оператора Александра Мазура. Он оператор из Санкт-Петербурга. Вообще, на протяжении всего периода нашего пребывания в мастерской, нам очень сильно помогали наши коллеги из Санкт-Петербурга, студенты, не студенты, профессионалы в области кино, которые любезно соглашались приехать сюда, проживать вместе с нами. Все моменты нашего профессионального такого роста. Им за это большое спасибо. И Александру в первую очередь. Потому что в самый ответственный момент, ответственнее момента у меня в жизни не было, я так думаю, он меня очень сильно поддержал. И в этом смысле этот фильм был таким общим посылом и общим итогом нашей работы. Ну вот еще по выбору натуры. Это была Абхазия и Северная Осетия, да? Абхазия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, конечно, снимает в таком ключе древнегреческую историю, которая сразу диктует определенную атмосферу, определенные решения какие-то изобразительные. И сразу начался поиск натуры, где можно, так как строить декорации и так далее, и тому подобное не представлялось возможным. Сразу начались поиски. Были варианты поездок в Дагестан, в Ингушетию. Вот на Абхазии и Северной Осетии мы остановились, так как оптимальным вариантом по отношению цена-качество это было самым оптимальным вариантом. Так что у нас затраты были минимальные на дорогу, на питание группы. Я даже в страшном сне сейчас не могу вспомнить, и как я осмелился повезти в Абхазию группу из 15 человек. Сам даже не понимаю, как я на это решился. Тогда еще пересекать границу с непонятной аппаратурой и так далее. Были сложности, да? Сложностей, слава богу, таких не было. Но трудностей на протяжении всех съемок хватало. Нам очень сильно помогли Альберт Саральп и Мадина Саральп. Альберт помогал в поисках финансов на этот фильм. Мадина помогала по костюмам. Помогали Аслана Розаев, художник, который блестящие эскизы к этому фильму нарисовал, который я, к сожалению, опять-таки, ввиду отсутствия финансов не смог полностью воплотить. Если бы фильм мы смогли снять в том виде, в котором мы задумывали, он бы был еще и еще лучше, я так предполагаю. Но говорят, что если в кино от первоначального замысла сложилось где-то 25%, то это уже удача. Ну, наверняка 25% там есть. Олег, ну вот планы на будущее. Есть какая-то перспектива снять полный метр? Я вижу, что ты готов уже к этому и рвешься в бой. Конечно, я готов к этому. И желания, и возможности, и внутренней готовности хватает у меня. Но, к сожалению, не все всегда зависит от режиссера. И объективные сложности с точки зрения финансирования, административных каких-то возможностей не всегда в компетенции режиссера находится. Когда все эти факторы сходятся воедино, тогда и рождается фильм. Сейчас, к сожалению, у меня некий ступор по независимым от меня обстоятельствам в творческой жизни происходит. Это самое страшное, я вам хочу сказать, для меня это опять-таки опыт жизненный. Я его узнаю, что когда ты готов к действию, к активным действиям, к творчеству, у тебя хватает энергии, идей, внутренней готовности взять на себя ответственность за все, за все, за что ты берешься. Но стоит некий барьер в виде неготовности, инфраструктуры, какой-то схемы, системы проработки, системы кинематографа какой-то, заявок и так далее и тому подобное. Это очень все мешает, конечно, но работаем потихоньку, не сдаемся, надеемся на лучшее, пишем сценарии, пишем, пробуем даже в административной какой-то части начинать действовать, потому что если мы этого не делаем, скорее всего, нам никто и не поможет. Поэтому со всех сторон идет медленная, конечно же, по-другому и нельзя, наверное, работа, но будем надеяться на лучшее. Но если вдруг появится возможность, если мы сами себе сможем организовать эту возможность, то колебаний у нас не будет, это точно. – Ну что ж, Олег, спасибо за интересную беседу. – Спасибо. – Я вот вроде как погрузился вместе с вами в атмосферу ваших съемок. Нашим телезрителям я предлагаю посмотреть фильм Олега Хомокова «Антигона». Новый фильм «Антигона» Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Что же? Что же? Что же? Что же? Семь-ка, мы же, разручаясь. Продолжение следует... 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 Да, иди сюда, иди сюда, иди сюда! Я верю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Ту-Нейча фызога баса. Фырча си дганурка, Си жаамхи амбаса. Ту-Неймхи тэпша фсшну, Куб сссар, Вхузошр шааса. Ту-Неймфыртэкну, Тхатагча сгусхвавааза, Си гурфава за ганма, Ждавкар фипсам шхавса. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!